Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия. Сегодня будет такой маленький видосик, связанный с очередным обновлением, ну и не только. Уж больно, я не хотела на самом деле снимать видео по данному обновлению, потому что, ну, думаю, все сами, кто-то состоит в клубах, уже всё посмотрели, особенно директора клубов, и говорить об этом нечего. Ну, я очень сильно захотела поделиться с вами некоторой информацией, связанной со мной, с моими видео. Давайте начнем, знаете, всё-таки с обновления. Нас обновили клуб, и, если честно, это ужасно, мне вообще не нравится. Теперь, когда я ковыряюсь в клубе, я не вижу чата, я не могу понять, кто мне что пишет, Потому что раньше было маленькое окошечко, и мне было удобно его передвигать куда-то сюда, в угол экрана, что-то в нём делать, что-то писать, расставлять со списания, и одновременно с этим я могла видеть, что происходит здесь в чате. Сейчас этого нету, и мало того, я теперь даже не могу ни ходить, ни скакать куда-то. То есть, всё, если вы решили заняться клубом, вы должны просто встать на месте, и всё, вы ничего не сможете сделать, и вы становитесь обычным, таким каменным истуканом, который ничего не может делать. Мне это, если честно, вообще не нравится, я всё-таки привыкла много разных дел делать на ходу, и, как бы, руководить клубом, это одно из этих дел. Даже если я этим занимаюсь очень редко, сам факт, это было очень удобно. Сейчас мне даже стиль не нравится, вообще, в ни капельке, и, ну, не нравится окно клуба. Ну что же, давайте всё-таки посмотрим, что изменили. Теперь мы можем смотреть, кто в сети, кто не в сети. Сейчас мы видим, что в сети только я, потом мы можем посмотреть, кто не в сети, потом мы можем рассортировать по именам, пароли. Вот, ну, обычно всё-таки, вот, пароли у меня тут всё идёт. Потом дальше расписание. Расписание очень странное, оно пока что недоделанное. В этом столбике всё нормально, мы всё видим, но стоит нам нажать сюда, у нас ничего не понятно, ничего, всё, что написано, это одни сплошные вопросительные знаки, и так абсолютно каждый день недели. Вот, да, пока в клубе у меня занятий нету, к сожалению, но об этом чуть позже. Настройки клуба. Здесь мы можем почитать о нашем клубе, его описание, правила почитать, здесь тоже можно. И также настройки клуба, это покинуть или удалить клуб. Эту кнопку мы трогать не будем. Также у нас появилась новая функция, это клубная почта. Здесь мы можем написать тему, сообщение, и выбрать, кому же мы будем рассылать. Мы, допустим, можем написать, уважаемые тренера, просьба начать составлять расписание, даже хотя бы одно занятие в неделю. И сделаем галочку, что это должно распространиться на учителей скачек или руководителей клуба, потому что иногда они тоже являются тренерами. Вот, то есть это удобно. Функционал удобный. А, да, и вот еще настройка. Вот, изменить права как раз, ради чего все это пошло. Это вот такая вот схема, благодаря которой мы можем распределить обязанности, кто добавляет участников, кто их может удалять, менять информацию, правила клуба, менять календарь клуба, отправить сообщения и менять роли участников. У меня всем этим заправляю я и мой руководитель клуба, учителям, скачек, опытным наездникам и стажерам я разрешаю только добавлять участников, а менять календарь и отправить сообщения только тренерам. Вот, то есть вот такие вот маленькие изменения. Ну, некоторые просто делают галочки на все, что можно, мне кажется, это неправильно. Некоторые думают, что добавлять участников это правильно. Но смотрите, вот у меня, к примеру, новичками являются только те, кто вступил в клуб и еще не успел заполнить анкету, вступить в группу, в диалог, в дисс. У меня все это держится новичками. Если человек все это выполнил, все требования по вступлению клуба, он у меня сразу становится участником вместо новичка. Вот, поэтому участники, это может быть абсолютно любой человек, который только-только пришел в клуб, и я не хочу, чтобы он добавлял просто всех подряд ко мне в клуб. Работница конюшни, я вообще не знаю, зачем это здесь надо, потому что если бы в игре был функционал почисть коней у друзей, это было бы актуально. Или почисть коней в клубе, это было бы актуально, но мне кажется, здесь вообще, я не знаю, зачем работница конюшни, кто-нибудь объясните мне. Вот, ну, про участника я объяснила. А вот стажер, это тот, кто уже знает схему, он уже занимался кучу раз, сдавал раза два-три на повышение ранга, но не повысился до опытника. То есть здесь я могу быть уверенной, что человек не будет просто так добавлять всех непопадя ко мне в клуб. Да. На этом по поводу обновления мы завершаем. Теперь по поводу моего канала. Я, почему, значит, не снимала видео по обновлению на этой неделе, я очень плохо себя чувствую. Я не вру, я вообще честно вам говорю, мне было очень плохо, мне до сих пор плохо. У меня болит живот, у меня болит голова, сплю я сейчас очень плохо, плю обезбол. Ну, девушки, вы меня поймёте, но просто очень редко, может быть, у кого-то так часто, но вот у меня, к примеру, на данную неделю просто жизнь меня бьёт и калечит. Мне настолько плохо, что я не могу на чём-либо сфокусироваться. Знаете, что я не забыла про видео, что я не забываю про вас, я хочу снимать, но у меня сейчас физически нету на это никаких сил. Я еле-еле заставила себя зайти и снять для вас это видео, чтобы вы поняли, что вы не забыты, я вас помню, я вас всех люблю очень, и по вам сильно скучаю. Вот. Дальше что будет? На следующей неделе, как только моё самочувствие улучшится, я уеду в заслуженный отпуск на дачу. Отпуск у меня, правда, уже идёт, но всё-таки я хочу поехать на дачу и отдохнуть там. Ой, так как я могла бы отдохнуть здесь, в ССО, но всё-таки реальная природа ни с чем не сравнится, её ни на что не променяешь. Поэтому на неделю точно, но я планирую на две недели, я уеду и снимать видео не смогу. И как назло, именно в этот промежуток времени в ССО появятся самые желанные мне обновления. Я теперь даже не знаю, что делать. Не, ну на этой неделе, может быть, кстати, я уеду после обновления в среду. Да, может быть, а может быть и нет, ещё не знаю. Вот, но вот то, что на следующей неделе у меня не будет видео по обновлению, а там, как назло, тоже очень всё интересное. Там, по-моему, сюжетка Смайя, задание... А, да, хотя нет, знаете, пожалуй, сюжетка Смайя, это не такое интересное обновление, как добавление перширонов и, получается, уже через две недели добавление Дня Открытых Дверей. Вот это да, вот День Открытых Дверей пропустить ни в коем случае нельзя. Вот, поэтому пока неизвестно по поводу этой недели. В следующей неделе видосов точно не будет. Просто знайте, что я не ухожу навсегда. Я просто пропадаю по причине моего отдыха, отпуска. Так что не теряйте меня, не бойтесь, я вернусь и сниму все видео, что смогу. Ну и плюс ещё какие-нибудь новики. Да и наверняка на даче я вдохновлюсь на какие-нибудь новые видео, идеи, планы или что-то в этом роде. Да, также покупка арабов ещё будет не скоро, потому что всё-таки я хочу снять покупку сразу трёх лошадей. Вот, один из них, разумеется, это оставшийся серый в яблоко араб. Да, ещё очень сильно хочу арабов гречку, но это другая история. Вот, так что ждите моего возвращения после отдыха. Вот, если вам будет скучно, пересматривайте мои предыдущие видео. Они интересные, там могут быть иногда приключения с Каролиной, приключения с Мишей, ну, с моей сестрой. Так что очень интересно, посмотрите мои видосики. Может быть, как-то сократите время ожидания до моего возвращения с отдыха. Но советую это начинать делать с понедельника, а лучше как раз со следующей среды. Глядишь, пока вы будете смотреть потихонечку мои старые видео, уже дойдёт дело до новых. Так что на этом всё, информационная база закончена, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Ай, и удачного вам летнего отдыха, если он у вас есть. Редактор субтитров А.Семкин